Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Заводское шоссе планируют открыть в ноябре. Как сейчас идут работы, на месте увидела глава Самары Елена Лапушкина. Санитайзеры, маски и социальная дистанция, как в самарских торговых центрах, проверяют соблюдение мер безопасности. Уникальная находка с вековой историей. В центре Самары обнаружили ценности дореволюционной эпохи. Движение по заводскому шоссе в Самаре полностью откроют в ноябре. Напомню, масштабная реконструкция началась в 2019 году. На участке от улицы 22-го портсъезда до Авроры проезжую часть расширяют до четырех полос, под которыми заранее прокладывают все необходимые городские коммуникации. Строят тротуары, парковки, меняют остановочные павильоны и фонари. Как идет ремонт, проверила глава города Елена Лапушкина. Успевает ли подрядчик в срок, выяснила и наша съемочная группа. Ремонт заводского шоссе на финишной прямой. Сейчас рабочие заканчивают укладку асфальта на основных полосах движения на участке от улицы профильной до железнодорожного переезда. Движение по ним планируется открыть уже выходные. Тогда же рабочие приступят к укладке асфальта на боковых полосах движения. Работы идут в графике. Окончание работы у нас до конца ноября этого года. То есть до конца ноября мы запустим полностью движение по заводскому шоссе в четыре полосы. Как идут работы, проверила глава города Елена Лапушкина. Она поинтересовалась, когда приступит к благоустройству и установке освещения. Закончить до конца недели укладывать кабель наружного освещения и светофорный кабель. Еще один важный объект – строящаяся школа на пятой просеке. Каркас здания полностью готов. Внутренние коммуникации практически уложены. На 90% завершено остекление. На 60% выполнены отделочные работы. Фасады на 70% выполнены. До конца месяца фасадные работы будут закончены. Выполнено благоустройство процентов на 60%. В течение двух недель основные работы по благоустройству тоже будут завершены. Здание новой школы будет состоять из двух блоков – учебного и спортивного, которые объединит между собой переход. В первом блоке будут учебные классы. В спортивно-вспомогательном блоке предусмотрена столовая на 330 мест – большой пищеблок. Здесь же будут два просторных спортзала, тренажерный зал, раздевалки, душевые и актовый зал. Монолитная сцена. Везде у нас сборные, то деревянные, то каркасные. Это вот громадная сцена с всемирными, с грамерными. Сейчас рабочие продолжают внутреннюю отделку. Затем начнут завозить мебель и все необходимое оборудование. Полностью здание новой школы должно быть готово к концу этого года. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В Самаре теплом обеспечили все социальные объекты – больницы, школы, детские сады, учреждения опеки и попечительства, а также более 97% многоквартирных домов. Напомню, в этом году обогревать здание начали раньше, чем положено по климатическим нормам – до начала официального отопительного сезона, который стартовал в Самаре 5 октября. Процесс подключения к теплоснабжению находится на особом контроле у главы Самары Елены Лапушкиной. На сегодняшний день у нас подключено 97% многоквартирных домов. У нас не подключено, остается 301 дом. Но 122 дома уже подключались, но пошли порывы. В этой зоне есть либо управляющие компании, либо дома ТСЖ, и там идут ремонтные работы. Остальные дома в ближайшее время включены. За сутки в Самарской области зарегистрировали 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 13 314. Такие данные во вторник, 13 октября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 140 человек. Всего с начала пандемии с болезнью справились 10 356 жителей региона. Число летальных исходов 209. Меры борьбы с коронавирусной инфекцией обсудили на очередном заседании городского оперативного штаба. Совещание провели под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Особое внимание власти города уделили оснащению автопарка, поликлиник дополнительным транспортом. Чем поможет администрация города врачам, что трудится на передовой, расскажет Ольга Павлова. По данным регионального Роспотребнадзора, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Самарской области на этой неделе 339 человек. Это превышает средний областной показатель на 11%. Из общего числа ковидных больных 177 оказались на больничной койке. Остальным лечение проводится амбулаторно. И хотя на прошлой неделе число заболевших снизилось на 100 случаев, по сравнению с предыдущим периодом ликовать совсем не время. Статистика неумолимо доказывает пренебрегать средствами личной гигиены пока рано, а нарушителям самоизоляции в период заболевания грозят административные протоколы и штрафы. Об этом говорили на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Работу надо делать качественно. Надо каждого человека действительно проверять. Вот что хотите делать, но я не поверю, что у нас за весь период времени было три нарушения. Но не поверю. Один в советском, а два там в кировском. Значит, вы некачественно это делаете. Значит, вы не доходите до этих людей. Особое внимание на повестке дня уделили и вопросу оснащения автопарка городских поликлиник дополнительным транспортом. Врачам, что день и ночь трудятся на передовой. Внутригородские районы отдадут 51 служебный автомобиль. Подобная мера вынуждена и необходимая. С ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией автопарк самарских поликлиник не справляется. Но теперь участковые врачи смогут бесперебойно выезжать к нековидным плановым больным. Ситуация очень сложная. Мы, врачам, должны с вами помочь. Выбора у нас с вами нет. Если мы хотим, чтобы эта тема была закрыта как можно быстрее, поэтому 51 машину мы с вами предоставим. Свои отдадим, пешком пойдем, но тем не менее медики нашей поликлиники будут иметь ровно то количество машин, которые они запросили. Из большинства поликлиник Самары запросы на дополнительный транспорт уже поступили. В их числе медсанчасть номер 5, городская поликлиника номер 13, 10-я, 8-я больницы Самары и многие другие медицинские учреждения. Однако, как отметила глава Самары Елена Лапушкина, комплексное решение одного вопроса не освобождает от других, не менее значимых. Необходим как постоянный контроль за соблюдением масочного режима на территории областного центра, так и мониторинг ситуации в общеобразовательных учреждениях города. По сообщению Департамента образования Самары, еще вчера количество классов, закрытых на карантин, было 49. Сегодня на дистанционное обучение отправлено 89. В связи с высокой заболеваемостью учителей, три школы города, 155, 164 и начальные классы школы 124 отправлены на каникулы. В мэрии Самары в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения гигиены в период пандемии и просят жителей города беречь себя и своих близких. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самарской области до конца недели подготовят более 700 дополнительных коек для больных COVID-19. Поликлиники в регионе планируют перевести на круглосуточный режим работы, а диспансеризацию и плановые осмотры могут приостановить. Кроме того, областному Минздраву поручили сформировать запас лекарственных средств, чтобы мобильные бригады медиков могли обеспечить граждан, которые лечатся амбулаторно, а также не снижать темпы прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. Тем временем в Самаре проверили соблюдение санитарных норм в одном из крупных торговых центров. Использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, антисептики. Насколько безопасно сегодня в магазинах, узнала Мария Левина. Если мы здесь находим нарушителей, или это нереально найти? В жизни реально все. Но мы стараемся таких людей, если честно, вежливо, спокойно просим удалиться из нашей секции, если человек отказывается надеть маску. Сейчас на самом деле люди в последнее время, 99% на самом деле используют маски сами, их не нужно об этом просить. Директор одного из магазинов в крупном Самарском торговом центре рассказывает о соблюдении масочного режима. Контроль за которым ложится на плечи не только самих предпринимателей, но и руководства торгового центра, правоохранительных органов, областных и городских властей, а также общественников. Глава городского округа говорит, что в принципе достаточно серьезная работа легла на плечи Управления гражданской защиты. Министерство промышленности торговли приняло решение, собственно говоря, помогать нашим коллегам включаться в эту работу. И эту работу мы сейчас сделаем двумя путями. Первый путь – это у нас наши сотрудники ходят на обследование. И второй – у нас сотрудник есть, который непосредственно обрабатывает материалы, которые к нам поступают внутрь городских районов. 99% покупателей во время нашего рейда были в маске. Но был и маленький процент тех, кто средством индивидуальной защиты пренебрегает. А я не болею. А маска зачем нужна вообще? Чтобы не странировать? Это не традиция, например. В принципе, не носите маску. Не, ношу. Там, где просят, ношу. Где, например? Ну, например, на кассе в Ашане. А здесь в коридорах только нет. Ну да. Ну вот расплатился как бы и пошел все. После первого замечания сотрудников торгового центра покупатели спешили исправиться и все-таки надеть маску. Ведь платить рублем мало кому хочется. Сейчас в регионе продолжает действовать масочный режим. С 1 октября за его нарушения начали штрафовать. Сумма приличная. Физические лица могут раскошелиться до 30 тысяч рублей. Юридические – до 300 тысяч. Кому и сколько платить, решает суд. Именно туда передают выписанные протоколы. За время нашего рейда составили один – на точку общепита за обслуживание клиента, который был без маски. То есть есть такие торговые точки, где продавцы не очень адекватно реагируют, соответственно, заработают. Ну, а в чем ведь неадекватность реагирования? Ну, говорят, что да, мы все поднимаем, будем выполнять, соответственно, через час опять. То есть авозы ныне там, да? Да. Соответственно, мы уже проводим работу с руководителем, с собственником этого объекта. Ну, пусть увольняют таких продавцев. Плоть до увольнения закрытия, да. Есть и те магазины, которые считаются образцово-показательными. Здесь, я так понимаю, у нас и санитайзеры, у нас здесь, собственно, и все в продаже. И самое главное – абсолютно четкое понимание работы на кассе. Для покупателей, которые забыли маску, предлагают воспользоваться одноразовыми средствами индивидуальной защиты на входе в магазин. А вот зону фудкорта решено оборудовать дополнительными санитайзерами. Не хватает антисептиков. Помните, я вам говорил? Игорь Николаевич, мне кажется, вот одного антисептика на входе, мне кажется, достаточно мало. Вон он там стоит за стеной. Мне кажется, его надо расставить. Добавим. В ресторанах помимо антисептиков и масочного режима четко следят за соблюдением социальной дистанции. Рассаживают гостей через один стол. Особая рассадка и в кинозалах. Купить билет на сеансы и онлайн, и оффлайн можно только через каждые два кресла. За прошедшую неделю проверили свыше 6 тысяч торговых точек в Самаре. Составили порядка 50 протоколов. Как отмечают эксперты, за время действия масочного режима в регионе, люди в большинстве своем уже привыкли использовать средства индивидуальной защиты. Поэтому в последнее время нарушений становится все меньше. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Дезинфекция идет в усиленном режиме. В Самаре продолжается обработка парков, бульваров, аллей и других общественных пространств. Елена Малютина увидела, как обеззараживают сквер Героев 21-й армии. Ежедневно Анатолий Полященко идет по своим делам через сквер Героев 21-й армии. Признается, неоднократно видел, как здесь проводят дезинфекцию сотрудники спецремстрой Зеленхоз. Говорит, обеззараживание никаких неудобств не доставляет, а наоборот идет на пользу всем жителям, которые сюда приходят. Хорошо, если такой кризис с пандемией. Молодцы, работают люди. Повышается уровень безопасности людей, которые потом посещают эти места. А я мимо хожу, поэтому вижу, и там обрабатывают, и здесь обрабатывают. В сложный эпидемиологический период во всех скверах, парках, на бульварах и других общественных пространствах работают специальные мобильные бригады и поливомоечная техника. Сотрудники спецремстрой Зеленхоз обеззараживают скамейки, урны, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки. Все поверхности, к которым может прикоснуться человек, в том числе и парапеты у фонтанов. Хлорсодержащие средства в воду не добавляют. Зеленхоз обслуживает 39 самарских фонтанов. Любоваться ими жители смогут как минимум до конца этой недели. Сроки отключения переносили уже дважды. В этом году они работают дольше обычного в связи с благоприятной погодой. После отключения фонтанов сотрудники муниципального предприятия займутся профилактическими работами. Все это будет проходить в профилактику до апреля месяца. То есть в апреле месяце, в конце апреля месяца, как всегда, мы начинаем, опять-таки, по погоде, начинаем включать фонтаны. Пока же санобработка скверов и находящихся в них элементов благоустройства проводится по графику, циклично. Сейчас продолжаются работы по 10-му кругу, который завершится до конца октября. Учитывая складывающиеся погодные условия, тепло, сухо, проводится по-прежнему ежедневная дезинфекция общественных пространств на территории автомобильных дорог. В ежедневном порядке обрабатывается порядка 50-60 автомобильных дорог и порядка 7-9 скверов общественных территорий. В Самаре в период режима повышенной готовности для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией будут по-прежнему в усиленном режиме проводить ежедневную санобработку общественных мест. На открытых пространствах эта работа продолжится до тех пор, пока столбики термометров не опустятся ниже нуля. Елена Малютина, Сергей Баскин. События. Более 1 миллиарда рублей выделило федеральное правительство регионам на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Какая сумма будет предоставлена Самарской области, расскажет Лариса Шалафаст в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, в эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. Чёрное золото сегодня прибавляют в цене после падения накануне. За баррель марки «Брент» дают 42 доллара 19 центов. Валюта дорожает. Центробанк установил курс доллара на отметке 77 рублей 28 копеек. Евро – 91 рубль 7 копеек. Кражи денег со счетов россиян в этом году выросли вдвое, сообщил Центробанк. А количество телефонных атак увеличилось в 4 раза. Всего зафиксировано более 20 тысяч таких преступлений. При этом принципиально новых схем не появилось. Добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19. В России набирает популярность страхование от коронавируса. С весны продано 720 тысяч страховок, которые покрывали случаи заболевания. Выплаты уже составили как минимум 300 миллионов рублей. Следует из данных 10 крупнейших страховых компаний. При этом треть воспользовавшейся страховкой – медработники. Более 1 миллиарда рублей выделило федеральное правительство регионам. Деньги пойдут на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Переехать в новые квартиры смогут 607 человек. Что касается Самарской области, наш регион получит из федеральной казны почти 7 миллионов рублей. На этом сегодня все. Удачи в делах! А тем временем уникальная находка обнаружилась в историческом центре Самары. В сквере имени Аксакова нашли ценности дореволюционной эпохи. Монеты 1914 года, часть драгунской офицерской шашки, кирпичи с клеймами завода в конце 19-го – начало 20-го века. Все это было случайно обнаружено самарскими строителями. Подробности в эксклюзивном репортаже Ольги Павловой. Когда в сквере имени Аксакова началось плановое благоустройство, никто не ожидал, что в 21 веке будут найдены исторические ценности дореволюционной эпохи. Рабочие приступили к строительству колодца и ливневок, а раскопав котлован, обнаружили остов печи. На этом фото особняк Аксаковых, который, кстати, располагался на месте одноименного сквера. Дом двухэтажный с двумя печными трубами. Археологи, направленные на место раскопок, предполагают, что одна печь служила кормилицей, а вторая отапливала дом. Но самое главное и, пожалуй, ценная находка – гарда драгунской офицерской шашки с надписью «За храбрость». В оригинале ее общая длина 890 мм, а вес – 1150 граммов. В 1881 году шашка заменила кавалерийские и пехотные сабли и принадлежала всем офицерам и генералам, которым была положена. Конечно, мы надеемся, что найденные исторические объекты не будут зарыты землей, что они будут показаны и жителям Самары, и туристам, и вызвать большой интерес. Такие объекты есть в других городах, в Москве, в Самаре еще такого не было, поэтому мы надеемся, что в Самаре появится такой замечательный, действительно исторический Аксаковский сквер. С найденными историческими ценностями активно работают археологи и реставраторы. Предметы из черного металла чистить особенно тяжело, рассказывает научный сотрудник Елена Каравашкина. К примеру, их нельзя мыть, так как частицы земли и песка еще прочнее забивают материал. Экспонаты замачивают в специальных химических растворах с иммиачным составом. Затем спасают от дальнейших разрушений. То есть, если, например, от шашки эффект было достаточно легко обработать, потому что у него хорошая сохранность и определенные свойства металлов, то предметы из железа бывают очистить очень сложно, потому что бывает, что уже даже не сохраняется железное ядро предмета. Фундамент особняка Аксаковых, скорее всего, базировался на кирпичной основе. Археологами были найдены кирпичи с клеммами разных заводов. В 19 веке Самара активно застраивалась. Местной производственной мощности хватало не всегда. Строительный материал везли из соседних губерний. В частности, вот этот кирпич, здесь буквы ЯЗКГ, это Яйвинский завод князя Голицына. Также здесь номер 7, то есть это номер участка, с которого производился забор глины, и где производился этот кирпич. Кирпич этот происходит из Пермской губернии. Различные предметы быта, детали системы отопления, монеты, образца 1914 года, типичная посуда конца 19-го, начала 20-го века. Почти все раритеты были обнаружены в печи. Занайденные в историческом центре Самары артефакты уже начали борьбу музеи Самары и области. Нам уже звонили из музея Приво с просьбой передать им остатки шашки для экспонирования. Но, к сожалению, мы не можем разрывать коллекцию. Все, что найдено здесь, это единая коллекция, будет сдана в музей Алабина. Специалистам уже удалось выяснить, особняк Аксакова был оснащен электричеством и проводкой. В начале 20-го века в строении произошел пожар, дом не уцелел. Историки предполагают поджог, но сегодня выяснить это наверняка уже невозможно. Дом, где прежде собиралась русская интеллигенция, принадлежал Ольге Аксаковой, внучке известного создателя сказки «Аленький цветочек». Отец Ольги Григорий Аксаков был губернатором, благодаря которому появилась железная дорога, больница Пирогова и Телеграф. После его смерти крестьяне добровольно несли гроб на руках, а Самарское дворянство возложило сребряный венок на его могилу. Остается надеяться, что найденные ценности сохранят при реконструкции сквера на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе. От археологов уже поступило предложение закрыть найденные фрагменты печей стеклянной витриной. Ольга Павлова, Василий Кладошов, Сергей Баскин. События. Более 10 тысяч жителей Ленинского района Самары пожелали участвовать в выборе кандидатов для областной общественной акции «Народное признание». Итоги подвели на заседание муниципальной комиссии. В этом году впервые проводились районные этапы акции. Сейчас они завершаются по всей Самарской области. Как показывает статистика, три четверти респондентов предпочитают выражать свое мнение через интернет. В основном это молодежь. Голосование проводилось на сайте администрации и на страницах в социальной сети ВКонтакте. Люди старшего возраста заполняют бумажные бюллетени. В этом году акция «Народное признание» проводится уже в 13-й раз. Появились четыре новые номинации. «Память и слава», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Мы вместе». Лауреатов областной акции «Народное признание» жители региона смогут выбрать в ходе общественного голосования, которое пройдет с 10 по 30 ноября. «Заявки подавались как от общественных организаций, так и лично от жителей города. Часть жителей мы прекрасно знаем, потому что они очень активно ведут работу совместно с депутатским корпусом, совместно с администрацией района. Они участвуют и в общественной жизни». А теперь коротко о других темах этого дня. Самарский государственный медицинский университет перевел студентов всех факультетов со 2 по 6 курс на дистанционное обучение. Об этом сообщили представители вуза. Это сделано с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В таком формате будут заниматься до особого распоряжения. Тем временем должность главного врача клиник Самарского государственного медицинского университета занял Николай Измалков. До этого он работал заместителем главного врача клиник по развитию. Возглавлявший клиники с мая 2016 года Александр Сонис продолжит работу в сам ГМУ в должности заведующего кафедры общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии. В 16 муниципалитетах Самарской области установили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера из-за распространения африканской чумы свиней. В списке Жигулевск, Новокуйбышевск, Дольятти, Сызрань, Чапаевск, Безенчукский, Волжский, Исоклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы. В этом году в Самарской области зарегистрировали уже более сотни случаев АЧС. Молочные смеси хотят приравнять к лекарствам. Их рекламу парламентарии предлагают запретить, а малышам давать искусственное питание только по назначению врача. До 28 октября в Госдуму направят обновленный законопроект о поддержке естественного вскармливания детей. Идею одобрили в Минздраве, Роспотребнадзоре, Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии, а также в Общественной палате России. Почти половина россиян поддерживает идею объявить 31 декабря выходным днем. Чаще всего, чтобы иметь больше времени для подготовки к Новому году, следует из данных опросов ЦИОМ. Не нравится эта идея 14% опрошенных, а треть относится к ней безразлично. Ранее Минтруда подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и на наш телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!